Добрый вечер! И мы снова подводим итоги нашей работы, говорим о городском хозяйстве и говорим об основных задачах и перспективах, которые мы перед собой ставим. И об одной такой задаче, о знаковом событии, которое мы ждем, хотелось бы сегодня сказать и с этого хотелось бы начать. На этой неделе будет объявлен новый тендер на покупку нового подвижного состава. Это тендер на закупку 12 новых единиц трамваев. Говорим сейчас о покупке за счет денег Европейского инвестиционного банка и о том, что это будет новый подвижной состав, качественно новый. Это будут современные трамваи с 100% низким полом, с новой системой и самое важное, многосекционные, то есть большой вместимости. Подвижной состав будет основой на маршруте север-юг, также наряду с нашими одессеями-максами, которые мы собираем силами наших вагоноремонтных мастерских. Хотелось бы отметить, что это повторный тендер. Первый не состоялся из-за того, что никто из участников вовремя не смог это подать. Скажем так, достаточно качественно подготовить этот пакет документов. Сейчас, я уверен, ситуация должна измениться и тендер состоится вовремя. Также от темы перспективного развития нашего электротранспорта хотелось бы перейти к тому, с чем мы столкнулись на этой неделе, с сильными ливневыми залповыми дождями. Это та характерная черта, с которой мы сталкиваемся этим летом. Лето действительно дождливое. Только в субботу тот залповый ливень, который мы все это пережили. Хотелось бы несколько цифр отметить. 28 мм осадков за 15 минут. Это больше половины месячной нормы. А месячная норма 44 мм осадков. Если переводить в это понятные цифры, это 28 литров воды на 1 метр. 28 литров воды осадков выпало на 1 метр. Это действительно очень много. Но и это мы пережили, как и все остальные залповые ливневые дожди, без серьезных каких-то повреждений, либо с повреждениями, которые достаточно оперативно и быстро мы устраняли. И развивая эту тему, хочется отметить о тех системных изменениях, которые мы тоже готовим в это ряде наших АТКП. В первую очередь АТКП «Городские дороги» и АТКП «Горзелентрест». Как мы уже говорили ранее, не один этот раз мы ведем инвентаризацию зеленых насаждений в городе, мы ведем инвентаризацию бесхозных участков в нашем городе и территории. И мы уже понимаем, что для качественного обслуживания и содержания этих территорий и зеленых насаждений, безусловно, того личного состава, который сейчас есть в наших АТКП, недостаточно. Поэтому мы говорим о том, что необходимо увеличить штаты рядовых сотрудников, это людей рабочих специальностей, которые будут разбиты по участкам в разных районах нашего города. Опять-таки повторюсь, это касается наших АТКП «Городские дороги», что позволит нам в дальнейшем достаточно оперативно реагировать на поставленные перед этими АТКП задачи и более качественно обслуживать территории и зеленые насаждения нашего города. И резюмировая все вышесказанное, хотелось бы отметить это. Читайте, смотрите, мониторьте новости. Мы сообщаем на сайте Городского совета и на сайтах наших АТКП, а также в социальных сетях о надвигающейся стихии, о каких-то штормовых АТП-прежинях, которые мы ждем, об усилении ветра и так далее. Ну и хотелось бы еще отметить, если уже случилась какая-то ситуация, какая-то аварийная ситуация, и вам нужна помощь, вы всегда можете это позвонить по номеру 1501, и вам эту помощь оперативно окажут. Мы говорим в том числе об упавших деревьях, ну либо о повреждениях, которые есть в ваших домах, о водоснабжении, об электроснабжении и так далее. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok